Об такой разностаенности продукции на полицах году 30-го можно было только марить. Правда, за минулый час заменивший не только ассортимент, а и сам покупник с тобой больше потребованием. Теперь ему хочется, как было не только шмат, а еще и корыстно. Серебряная медаль республиканского огляду якости кондитерских выработок на хлебозаводе Ельского районного споживецкого товариства оценили не просто как перемогу, а и подтверждение правильности взятого на керунку. Сегодня на рынке хлебобулочных выработок конкуренция такая высокая, что притягнуть покупниками на вид своей продукции, вельминя просто. У Ельску выросли извернуться до старожитных рецептов, как хлеб был, как у бабули, смачным и заховываясь протягивать час. Происходит брожение, и за счет молочнокислых бактерий, которые имеются в муке, происходит рост хлеба, и смесь хлеба настолько натуральная. Нет никаких улучшителей и добавок. Ельский район на Гомниче не напоен один из них шматлики, где проразуют одразу пять майстров-поваров. Это наивысшая категория, когда человек может не просто нечто смачно приготовить, а и научить своему мастерству инших. Причем двое из этих майстров, ясшей и призеры третьего международного кулинарного фестиваля. Теперь Людмила Лось и Татьяна Федюкевич постоянно распроцовывают новые стравы, чем приемно сзявляют гостей мясовых кафе и ресторана. Мясо-сюрприз – это свинина, запеченная в духовке с яблоками. Отбивается свинина, внутрь фаршируется яблоками, заворачивается рулетиком, запекается в духовке. Свинину подаем с яблочно-мятным соусом. Яблоко блэншируем вместе с мятой, взбиваем в блендере, оформляем на тарелке, подаем. Татьяна Федюкевич, за речи, ясшей и член Республиканского экспертного совета поваров, каже, что постоянно экспериментуя с продуктами, навод калей анализовались совсем несумешальные. Тем больше, что недохопа навод у так же ранее экзотичных для нас фруктах сегодня нема. Часто гэта экзотика неадренно сполучается с традиционной беларусской кухней. У вынеку заявляются новые стравы, якие можно подспробовать только в уельском районе. И гэта уже мясовый бренд. Мы можем рыбу подать с апельсином с фруктами, потом мясо с яблоком, креветки с мясом, и потом смотрим, сочетается оно, это блюдо, или не сочетается. Вкусовые качества, конечно, чтобы были.